9 советов, которые помогут худеть во время сна Всем известно, что регулярные физические упражнения – лучший способ сбросить вес и оставаться здоровыми. Но многие ли занимаются ежедневно? Нет. А все ли спят каждую ночь? Да. К счастью, есть несколько способов похудеть, даже когда вы путешествуете в страну снов. Давайте же рассмотрим их. Но прежде чем мы начнем, не забудьте подписаться на наш канал и включить уведомления, чтобы не пропускать наши новые видео. Номер 9. Выпейте белковый коктейль перед сном. Исследование, проведенное в 2014 году, показало, что употребление белка перед сном увеличивает количество сжигаемых организмом калорий, пока вы спите. Впечатляюще, правда? Но это еще не все. Белок также способствует восстановлению мышц. И чем больше ваша мышечная масса, тем больше калорий вы сжигаете во сне. Так что сделайте себе коктейль с 30 граммами белка перед отходом ко сну. Этого хватит, чтобы сбросить вес и при этом выспаться. Номер 8. Не ешьте много на ужин. Неважно, на диете вы или нет, маленькие порции всегда лучше. Так вы съедаете ровно столько, сколько вам нужно, а не уходите из-за стола с переполненным желудком. Меньшая порция на ужин принесет только пользу. Дело в том, что во время глубокого сна наш мозг вырабатывает гормон роста. Если вы едите поздно ночью, этот гормон превращает пищу в организме в жир, а не в топливо. И вот, пожалуйста, несколько непрошенных сантиметров на талии. Так что уменьшите объем ужина, и лишние килограммы исчезнут. Номер 7. Избегайте алкоголя. Алкоголь подходит для вечеринок и особых случаев, но не для повседневного употребления. Особенно перед сном. Статья, опубликованная в американском журнале «Критическая оценка клинических лабораторных наук», утверждается, что употребление алкоголя незадолго до сна заставляет организм усваивать его, пока вы спите. Этот процесс не дает вам достичь фазы быстрого сна, периода, когда организм сжигает больше всего калорий. Вокал вина на ужин – это неплохо, но не употребляйте алкоголь за 3 часа до отхода ко сну. Так вы хорошенько выспитесь, да еще избавитесь от жиров. Номер 6. Установите регулярное время отхода ко сну. Не секрет, что достаточное количество сна имеет важнейшее значение для здоровья. Но плотный график, ночные киносеансы и все наши высокотехнологичные устройства и гаджеты не дают нам хорошо высыпаться. Мы понимаем, что пора идти спать, но убеждаем себя, что всего одна серия или видео на YouTube нам не навредят. А затем это превращается в бесконечный марафон, и вы сами не замечаете, как ложитесь в 3 часа утра. Знакомо? Если действительно хотите сбросить вес, придется избавиться от этой привычки. Установите регулярное время отхода ко сну и начните спать достаточное время, то есть 7-8 часов. Это поможет организму сжигать больше жира. Исследование американского журнала клинической диетологии показало, что хорошо выспавшиеся люди после еды сжигают на 20% больше калорий, чем те, кому сна не хватает. Так что измените свой график сна и увидите, как с ним меняется ваша фигура. Номер 5. Избегайте физических упражнений перед сном. Разумеется, физические упражнения полезны для здоровья и фигуры. Так что если вы регулярно занимаетесь, то продолжайте. Однако делайте это в правильное время суток и уж точно не перед сном. Зарядка заставляет сердце усиленно работать и пробуждает организм, что не дает вам хорошо отдохнуть ночью, если вы занимаетесь перед тем, как лечь спать. Вместо этого делайте зарядку утром, поскольку, повторимся, физические упражнения активизируют работу всего организма. Кроме того, они дают вам заряд на весь день и поддерживают вас энергию. Если вы по какой-то причине не можете заниматься по утрам, хотя бы делайте это не позднее, чем за 4 часа до сна. Номер 4. Отключите всю технику в спальне. Проведем опрос. Поставьте лайк, если вы спите с телефоном поблизости и проверяете его как перед сном, так и первым делом с утра. Все в порядке, мы все так делаем. Но, к несчастью, это одна из тех привычек, от которых нужно избавиться, каким бы невозможным это ни казалось. Исследование, проведенное в Гарвардском университете, показало, что коротковолновое голубое свечение планшетов и смартфонов останавливает выработку организмом гормона сна мелатонина. Что до похудения, то в другом исследовании, которое провели ученые из Сингапура, выяснилось, что длительный просмотр телевизора вызывает повышенную выработку триглицеридов, которые связывают с диабетом и пониженным уровнем адипонектина. Адипонектин, в свою очередь, это белок, регулирующий уровень глюкозы и расщепление жирных кислот в организме. Так что ваше устройство не дает вам спать, а вашему организму сжигать жиры. Отключите их перед сном и хорошенько выспитесь. Номер 3. Понести температуру в спальне. Сон в прохладе увеличивает объем бурой жировой ткани в организме, которая помогает сжигать жир в зоне живота, удерживая тепло. Исследование, опубликованное в американском медицинском журнале «Диабет», показало, что люди, спящие при температуре примерно 19 градусов, сжигают на 75 калорий больше, чем те, кто спит в более теплом помещении. Просто попробуйте, результат вас не разочарует. Номер 2. Спите в полной темноте. Еще одно небольшое изменение, которое поможет вам сбросить вес – выключение света перед отходом ко сну. Сон в полной темноте способствует выработке мелатонина. Это тот самый гормон сна, который мы упоминали ранее. Согласно исследованию, опубликованному в американском журнале «Исследование шишковидного тела», этот гормон не только помогает высыпаться, но и способствует выработке бурой жировой ткани. Помните, мы о ней тоже говорили? Это она сохраняет тепло и сжигает жир на животе. Если вы боитесь темноты, нисколько не осуждаем. Попробуйте оставлять свет в коридоре или соседней комнате. Главное, не открывайте дверь в свою спальню широко, чтобы к вам попадал минимум света. Так тоже можно. Номер один. Спите без одежды. Это может прозвучать странно, но у сна голышом есть куча преимуществ. Она не только дает вам больше свободы движения во сне, чего не скажешь о пижамах, но и помогает улучшить физическую форму. Кроме того, без одежды ваше тело охлаждается, а это, как мы уже говорили, также способствует сжиганию калорий во сне. Именно так вы худеете и здоровеете. А у вас есть свои собственные секреты похудения без особых усилий? Расскажите нам о них в комментариях. Не забудьте поделиться этим видео с друзьями и нажмите подписаться, чтобы всегда оставаться с нами на яркой стороне. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...